Следующий враг человека называется зависть или злоба. Когда человек не любит другого человека, он проклинает свою судьбу. Когда человек не любит веру другого человека, он проклинает свою веру. А когда человек не любит святого человека, он проклинает себя. Поэтому нужно очень бояться не любить кого-то, особенно критиковать тех, кто идет духовным путем, это такая страшная штука, она действует на много жизней потом, отвязаться от этой силы, что это за сила? Я лучше знаю, как тебе надо совершать духовную жизнь, я разбираюсь в этом вопросе, я тебя критикую за то, что ты так занимаешься духовной практикой, идешь к Богу, я разоблачаю тебя, обличаю тебя, хорошо, я все равно буду идти к Богу, а ты посмотришь, что с тобой будет дальше. А схема уже известна. Сначала человек одного разоблачает, потом начинает разоблачать больше, то есть разворачивается этот враг человека, начинает его мозги атаковать все сильнее. Потом человек начинает, это он в чужих верах сначала разоблачал, потому что он потом начинает своей верой всех разоблачать. И потом в конце концов не остается ни одного человека, который нормально бы практиковал духовную жизнь ряда с ним, он разоблачает всех. В результате он деградирует, теряет веру. И сейчас создаются целые сайты из таких людей, которые вот живут в этой жуткой иллюзии, я наблюдаю за ними, они сначала одного критикуют, потом больше, больше, и они деградируют эти люди. И они чувствуют, что они вот хорошим делом заняты. Понимаете, так действует этот враг человека, называется зависть. Страшный враг. Понарастающий у нас идет. Самый страшный враг человека называется безумие. Но он, этот враг человека, не действует в этой жизни. Если человек в этой жизни кого-нибудь убивает, насилует, издевается над кем-то, лишает свободы человека ни за что. Некоторые люди говорят, меня посадили родственника, а он как бы ничего плохого не сделал. Ну то есть он сделал в прошлой жизни, а в этой жизни его кто-то посадил за так. И вот если он это сделал, в следующей жизни он получает психическое заболевание. Этот враг называется безумие, и он не спрашивает, хочешь ты болеть психическим заболеванием или не хочешь. Он приходит к тебе и просто заставляет тебя им болеть. Потому что ты в прошлой жизни сделал вот такой поступок, который лишил тебя здравого смысла. Ну, лишил какого-то человека силы жить, а тебя теперь в этой. Видите, пять врагов человека, есть выбор, а шестой нет выбора. То есть пять врагов у тебя есть выбор, ты можешь не завидовать, заставить себя, можешь в иллюзию не впадать, хотя хочется. Вот нам предложил, один человек пришел, говорит, давайте вложим деньги в биткоины, у вас есть площадь, давайте купим компьютеры, делаем ферму майнинговую и все, и у вас будут деньги. Я говорю, что паритесь, все же просто. Я говорю, нет, где-нибудь вы другого вместе сделаете. До свидания. Чао, бомбина. Сорри. Он пошел дальше, другими мозги крутить. У нас есть выбор, гневаться или нет. Иногда нет выбора, но если человек раскаялся, вот он погневался и попросил прощения, все проходит, никаких последствий. У нас есть выбор совершать глупый поступок. Насчет вожделения нет выбора. То есть мечта придет в сердце обязательно, чувство любви придет в сердце. Вопрос, что ты больше дальше с этим будешь делать. Если ты просто перетерпишь, не разрушаешь семью, скажешь жене, я влюбился в другую. Она говорит, ну молодец, ну поругает тебя там. Скажешь, я не хотел, вообще не хочу этого, я не знаю, что со мной происходит. Она говорит, я тебя защищу. Все нормально. Ну и помогает жена. Как это Веда говорит, заноза вырывает занозу, точно так же человек может избавиться с помощью жены, любовницы. Вот колючка, она может вырвать колючку к занозу. Вот как к занозу вырвать? Надо взять другую колючку и ей вытащить. Так и жена тут. Вроде бы колючка, но иногда помогает. Спасибо. 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 Спасибо.